Убийство из-за маленькой собачки. В Звенигороде арестован подозреваемый в расправе над соседом, который с ножом накинулся на семью, выгуливающую небольшое животное. Владельца пса чудом осталась жива. А вот мужчина получил фатальное ранение. Подробности у Галины Хунгуреевой. Джентльмен в Одинцовском городском суде, ярый поборник тишины. Михаил Сейбанов, житель Звенигорода, обвиняемый в убийстве. Тонкая, душевная и, видимо, психическая организация мужчины на днях не выдержала лая маленькой собаки во дворе. И он, по мнению следствия, схватился за нож. Михаил, вы употребляли наркотики? Сейбанова якобы напугал громкий лай собаки. И он решил прочитать лекцию о воспитании во всех красках русского и могучего, что не понравилось хозяевам миниатюрной породы Четырехлапова. А дальше перепалка, драка и смерть человека. Михаил, собака вызвала у вас ограниченную какую-то? Она меня напугала. Камеры видеонаблюдения запечатлели. Мужчина проходит мимо пары с собакой. Резко оборачивается на реплику хозяйки питомца, после чего между ними вспыхивает ругань. В воспитательный момент агрессор решил закрепить холодным оружием. Движением, каким обычно достают кошелек из кармана, он вынимает нож. Резко толкает женщину на асфальт, а ее заступника убивает. Спальный район города Звенигород. Антураж классический. Клумбы с цветами у подъезда. Даже на подоконнике кашпо с бегони. И именно здесь, тихим, теплым вечером, агрессор напал на семейную пару. Последствия этой трагедии уже убрали, но на асфальте еще видны следы крови. Смертельные ранения получил 45-летний мужчина по имени Сергей. Он будто не сразу поверил в произошедшее. Еще мгновение стоял на ногах, перевязывая раны футболкой. Когда силы покинули, прилег на скамейку в ожидании скорой. Нападавший, как рассказывают соседи, спокойно вернулся домой и переоделся. После чего скрылся на своем авто. Мне страшно открыть дверь. То есть элементарно, я не знаю, что не ожидать от человека. Потому что у меня под окнами вчера убили человека. Я не знаю, это шок на самом деле. Задержали Рьянова поборника тишины уже на следующий день. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Изъяты смылы, следы, предметы, в том числе нож, орудие убийства. Назначено проведение ряда экспертиз и допрошены свидетели. Как выяснилось позже, семейная пара проживает в Нахабино. В Звенигород приезжали в гости к пожилой матери. Она сейчас находится в больнице. О том, что на сына напали прямо у ее подъезда, женщине не говорят. Не выдержат такого удара. Несмотря на все усилия врачей, Сергей скончался. В семье остались двое несовершеннолетних детей. Все в шоке, поэтому я вам ничего на ужин не скажу. В этом смысле все в шоке. С женой пока еще очень трудно разговаривать. Сейчас собачники, коих немало в тихом спальном районе Звенигорода, выгуливают своих четвероногих с особой осторожностью, а порой и вовсе не выпуская из рук. А предполагаемый убийца по решению суда уже арестован. Это было неожиданно.